Здравствуйте, ребята! Сегодня мы играем в инди-хоррор, который называется «Женщина в красном» или «Акай-Она», потому что это, между прочим, японский хоррор. Да, я сейчас ставлю секундомер, ну, чтобы не заиграться, но вроде мы должны его в один заход оприходовать, так сказать. Акай-Она. 10.21, скорее всего, 21 октября. 11.21, либо октябрь 21-го года. Я шел домой поздно. Тут темно, и надо было побыстрее дойти до дома. Фонарь есть. А там вон женщина в красном в конце стоит, ничего? А, она мне навстречу идет. Я иду к тебе навстречу, и я несу тебе цветы. Извините. Смотри, какая бицуха у нее. А дельты? Что-то... Боже мой. Вот это... Сочная женщина. Так, судя по тому, что там закрыто. Часто в этих японских хоррорах дорога просто тупо перекрыта минивэном. Та женщина, которую я увидел, кажется, очень опасной. Мне страшно. Я должен попасть домой поскорее. Я, кстати, не знаю, я мальчик или девочка. Но мне кажется, что раз здесь антагонист женщина, то, возможно, протагонист как раз парень. О, я знаю эту куклу. Я ее видела в хоррорах. Сколько раз... Женщина в красном. Так, человек бежит. Человек бежит. Что случилось? Человек. Мне нравится, что всегда есть эти автоматы с газировкой. Просто везде. Во всех японских хоррорах. Что намекает на то, что, возможно, в самой Японии эти автоматы стоят. Везде. Но пока визуально симпатично. По этой стороне дороги пойдем. Не будем, да, переходить? Удивительно, как на улицах никого нет. Насколько должно быть поздно. А где я живу? Я узнаю место, где я живу. Вот это похоже на место, где я живу. Ох, нифига себе, камера полетела. Так, я живу вон там. Угу. В единственной комнате с дверью, у которой белая окантовка. Так, это третий этаж. И четвертый. Это что у меня? Это пот на лице? Тут, кстати, был ВИЧС-фильтр, но я его отключила. Мне кажется, и так симпатично. Не хочу смотреть даже, как там с фильтром. Все. Добрались. Добрались. О, это странно. Наверное, забыл выключить его. Наверное. Иди спи. Я устал, я иду спать. Давай. Отдохни. Два четвертая десятая. Значит, это не год. Значит, это дата. Спустя три дня. Снова иду домой. Опять темно. Жизнь меня ничему не учит, как вы поняли. А как фонарь включить? Ага. Так, кусты. Кусты шевелятся. Но мы не будем оборачиваться. Нафиг надо. В ушах была тревожная мелодия. Так, здесь все еще стоит этот минивэн. Погоди-ка. Опа-на. Здравствуйте. Полис. Я полиция. Ты что тут делаешь в такой час? Домой иду. А как выбрать? А. В это время ночью? Ты подозрительный. Но кажется, ты не врешь. Я вижу по твоему взгляду. Кстати, ты всегда этой дорогой ходишь? Да, всегда хожу. Когда у меня лекции в университете. А три дня назад тоже тут ходил? Да. Почему спрашиваете? Ну, на самом деле. Здесь было убийство три дня назад. Жертвами стали пара людей. Ну, в смысле, они встречались. Сначала убийца убил спящую жену. А потом ее мужа, который вернулся после этого. После чего? На телах обнаружено много ножевых ранений. Видел кого-нибудь подозрительного той ночью? Я видел женщину в красном. Женщина в красном. На самом деле, эту женщину видели в других местах. Может быть, это важная улика в этом деле. Я бы хотел еще больше об этом услышать в другой день. Уже поздно сегодня, поэтому иди домой. Хорошо. Сейчас дайте я посмотрю, идет ли у меня запись, чтобы пойти домой, так сказать, официально. И все, иду. Он исчез. Испарился. Ой, кукла эта исчезла, смотри. Не, ну естественно... Естественно, надо было указать на женщину в красном, потому что так называется игра. Игра не называется бегущий человек, да? Бегущий мужчина. Так что, скорее всего, скорее всего, причастна именно женщина в красном. Это все сделано для того, чтобы я оборачивалась, да? А я взяла первый раз, не обернулась. Так, я немножко бегу. Мне не нравится, что я немножко бегу, потому что это может намекать на то, что нам придется убегать от женщины в красном. А стамина бесконечная? Тогда, наверное, не придется. Франье какое-то. Так, а мне больше не пок... Мне больше не покажут, где я живу? Так, второй. Третий. Четвертый. Вот здесь я живу. Вы чё? Вы чё устроили тут? Так, я тут живу, да? А можно мне ачивку там нашел дом? Никогда бы не подумал, что в моем районе произошло убийство. Не хочу больше ходить по той дороге. Я голоден. Интересно, может быть, что-то осталось в холодильнике? Пончик пива вижу. Чипсоны в морозилке. Кто-то стучится. Ой. А чё? Мы не будем смотреть? А, будем. Сейчас будет скример. Нет, не будет. Можно свет включить? Это что такое? А, это фен. Ух ты, какая микроволновка. Япония. Всё, я наелся. Теперь можно было и поспать. А кто стучался-то? А, мы посмотрели. Он не хочет спать. Дверь закрыть. Так, подожди. Как спать-то? Как спать, если здесь нет значка спать? Можно было посуду сначала помыть. Там человек, человек, человек. Появился. Здравствуйте. А, а вы кто? Человек в капюшоне. А, чё надо? Вы тут недавно? Resigne? Это тот, кто ушёл на пенсию? Тот, кто ушёл с работы? Да, это правда. А вы кто? Вам нужно быть осторожным. Я видел, что здесь странная женщина стоит перед вашей дверью. Несколько раз стояла. Она была очень страшная. Я решил, что вам лучше знать об этом. Ну вот, увидимся. Resigne. Resigne – это уйти с работы. Я просто не совсем поняла, что... Посмотрите на эту ворону. Я иду спать. Меня вот это вот всё вообще. Меня... Предупреждение от соседей в капюшонах. Вороны. Так, возвращаемся на три дня назад. Ничего из этого меня не парит в этой жизни. Если я хочу спать, я сплю. Так. Это, видимо, как произошло убийство. Алло? Жена, ты... Ты что, опять работаешь? Допоздна сегодня? Да. У меня в последнее время много работы. Опять мужик в капюшоне. Я в этом месяце вовремя не буду приходить домой. А ты что делала? Ты вообще мне редко звонишь. Что случилось? Я должна тебе сказать кое-что важное. Я хочу поговорить с тобой дома, поэтому давай, иди быстрей. Флэшбэки тут в этой игре. Так, это я пришла домой. Я дома. Моя жена что, спит уже? Хорошо, что у нас у всех есть фонарики. Нифига себе дом. Это очень богатый дом для Японии. Кто-то пробежал? Глянь, какая ванна. В Японии, да? Ага. Конечно. Так. Только наверх, да? Влад! Тут, видимо, скрипты. А, нет. Внизу что-то открылось. Что это за пятна на камере? Это, типа, пот? Или что? Я устала, пока шла? Или это просто... Котя? What? Что, куда посмотреть? Это что за мусорка у нас? Дверь какая-то... Не, ну напряжение хорошо, саспенс, да? А, дверь закрылась. Меня заперли. Класс. Саспенс отличный. Что это такое? Класс. Мне нравится. Прям, прям крипово. А стулья у нас всегда так стояли? Ещё блат. Это очень страшный звук. Так, ну и чего? У меня, по-моему, скрипт в ванной не сработал. Не, ну если меня отсюда выпустили, значит мне здесь делать нечего больше. Попадём наверх. Женщина в красном тут, по-моему, чай пила из моей кружки с котиком. Да, здесь свет поменялся с освещением. Убийство. О, нет! Вы что, прикалываетесь? Думаю, нет. Думаю, нет. Женщина в красном. Не убивай. Кто может прийти в такой час? Женщина в красном. Это она. Это она. Я не буду ей открывать. Ну чё тебе надо? Пойдём спать. Эта женщина спятила. Мне нужно позвонить в полицию. Вот тому чуваку? Я бы ему не звонила. Он какой-то подозрительный. Он сказал, что через две минуты приедет полиция. Мне нужно продержаться две минуты. А что значит продержаться две минуты? Что значит продержаться две минуты? О! Нифига себе она это! Ретрай. Втопила. Так, она разобьёт окно. Ну пойдём в ванну спрячемся, я не знаю. Втопила. Втопила. Мне типа надо перемещаться или что? Что от меня требуется? Может мне уйти? А чё? А как? Подожди. Ну вон она идёт и всё. Она просто идёт и всё. Где мне спрятаться? Блин, ну тут единственное где можно спрятаться это собственно ванная. Тут больше нигде нельзя. Она ушла что ли? Серьёзно? Надо было присесть? Серьёзно? Помогите! Куда она свалила? Просто ушла куда-то. Ну. Я слышу, что она там ещё ходит, поэтому ну посидим тут. Там за мной таймер идёт. Вам не знаю видно или нет какие-то циферки. Просто реально типа надо было просто присесть. Что ж. Это, знаете, такой закос под чилосард. Не иллюзорно я бы даже сказала. Здесь у нас тут иишко достаточно глупенькое. 10 секунд осталось. Хорошо, что здесь полиция приезжает вовремя, да? И чё теперь делать? Всё, время закончилось. Ага. Так. И чё? Женщина сбежала до того, как приехала полиция. Я не знаю, почему она на меня напала. Неделя прошла с тех пор, но женщину ещё не поймали. Кажется, я слышу эти шаги каждую ночь. Так странно, что я решил съехать с этой квартиры. Надеюсь, её скоро поймают. А это, типа, какая концовка? Плохая? Тут, по-моему, две. Это чё я делаю? Это я лежу на полу? Я не могу пошевелиться. Дверь прошла через женщину. Ну? Плохая концовка. Так, подожди. Я могу загрузить? То есть, должна быть чё, хорошая. Мы должны её сами, наверное, на неё напасть. Но я бы на неё не нападал. Ты видела у неё бицух какая? Ну чё, давайте попробуем свалить. Ну там оружие никакое не дают. А я сейчас не наткнусь на неё просто, нет? Она очень быстро бегает. Куда мне надо сбежать? Ой, блин, ой. Куда ты ж меня? Надо сбежать. Всё осложняется тем, что не знаю, куда бежать. Опа-на. Так тебе и надо. Спасибо тебе. Спасибо тебе, восхитительная кукла. Всё, теперь я пойду, да? Это как бы не моё дело. Я не знаю, кто ударил женщину молотком. Я просто гуляла ночью, как обычно. Полиция вскоре приехала. Женщина умерла. Это посчитали самооборонно, поэтому меня не посадили. Оказалось, что убийцей пары была та женщина. А ранее у неё была интрижка с мужем, который был убит в ходе инцидента. И полиция решила, что она совершила убийство из ревности. Месяц после инцидента я переехал и снова не хочу испытать те же эмоции. Ну, я бы тоже не хотела, если честно. Блин, я, честно говоря, хотела уже бросить, потому что там вторая концовка чисто на таймингах. Оказалось, что нужно дождаться, пока женщина пойдёт в другую сторону и пойти потом вот... Ну, короче. Оно того не сказать, что прям стоило, но в любом случае, как бы если тут есть две концовки, давайте посмотрим две концовки. Собственно, мы их уже и посмотрели. Спасибо всем, кто был с нами и увидимся с вами в новых инди-играх. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok